Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 января 2018 года, среда, по одному из старинных 11 день месяцев Юг и Стужи, 7526 лета, пятница. Вся правда о Бусе Белой Яре. Вот такая у нас сегодня тема живого эфира. И автор-сказитель с нами Олег Анатольевич Беликов. Здравия тебе, Олег Анатольевич. Спасибо. Добрый день. Итак, я предоставляю возможность для начала немножко рассказать о себе, потом рассказать, почему тема Бусы Белаяра так увлекла и заслуживает нашего внимания в живом эфире, ну и потом уже приступить к разборке этой темы. Пожалуйста, предоставляю микрофон Олегу. Значит, о себе. Я работаю мануалистом. По образованию я медик, закончил медицинский колледж. Много лет изучаю историю. Объехал весь Восток. Это и Индия, и Китай, и Тибет, и Непал, Шри-Ланка, Вирма, и наши азиатские республики. Все эти поездки в поисках истины. Бус Белаяр – это очень такая сформовая фигура, очень загадочная и настолько большая, что пройти мимо такой фигуры, как Бус Белаяр, ищущему человеку просто невозможно. Изучая материалы по Бусу Белаяр я наткнулся на то, что это наш земляк прежде всего. Он правил, был князем русского лани, или как я ее называю, я могу ошибаться, а лани, русского лани. И жил, по крайней мере, последние свои годы здесь, в Царьграде, в районе Петидорска, в Бус Белаяр. После смерти его Паян, сын, оставил много песен и сказаний про Буса Белаяр, про своего отца. Он же, выполняя, выполняя заветы своего отца, все летописи, все предметы силы, спрятал здесь, в горах, в портале Киловян. Благодаря этому порталу, по нашим изысканиям, вот со мной здесь находятся очень интересные ребята как помните, которыми мы проводили исследования и поиски в районе Джилусу, в районе пика Калецкого, в Прельбрусе. И, по нашему мнению, мы нашли пещеру, тот портал, откуда немцы вывезли все оставшиеся летописи и предметы силы, оставшиеся от эпохи Буса Белаяра. Еще о себе. Сейчас мы заняты, наша группа единомышленников и соратников, мы создаем фонд, благотворительный фонд Олега Беликова. Поэтому всех слушателей славянского радио мы приглашаем в наши друзья, друзья нашего фонда, который будет заниматься четырьмя направлениями. Первое – это лечение и сбор средств на лечение тяжелых больных. Второе – это реабилитация после лечения, помочь людям реабилитироваться, встать на ноги, подняться. Третье – это творчество и творчество инвалидов. То есть у нас будет свой хор, своя вокально-инструментальная группа, мы занимаемся печатанием, издательством книг. Вот сейчас готовимся к записи аудиокниги, первой моей книги, которая называется «Над бездной русских страстей». Она написана как учебник жизни. Не участвовали в работе над этой книгой пять академиков. Пять академиков, профессора и много-много ищущих интересных людей. Это, значит, третье направление, которым будет заниматься наш фон. И последнее, четвертое направление, с которым мы долго бились, и, наконец, мы его отстояли, и Министерство юстиции пропустило это направление, это юридическая и правовая защита инвалидов. Это на сегодня очень востребованная вещь, очень необходимая вещь. Понятно. Хорошо. Теперь можно уже, наверное, приступить к разбору самой темы «Вся правда о Бусе Белояре». Понятно, если есть изыскание по нему, значит, эта личность какая-то очень и очень интересная. Чем знаменит Бус Белояр? Почему я так спрашиваю? Потому что не все даже слышали это имя, не то чтобы знать его какие-то отличия и подвиги. Бус Белояр знаменит прежде всего тем, что он был последним славянским будаем на русскую ланью. Будай от слова «будда». Его сын Боян называл Буса Белояр освоеваться «Олгуддам». «Олгуддам» – это, по сути дела, тот же самый «буддай». Всего будаев на России было три. Первый – это «Крыши», второй – «Каляда», и третий как раз был «Бус Белояр». «Олгуд» или «Буддай», кому как удобно. Это одно и то же. Вот этим он прославился, и этим он известен на нашей территории. После него было еще два будая. Первый – это Сергий Радонежский и последний – Серафим Сорозов. Будаев на территории Руси больше нет. Вот этим он известен, этим он знаменит. Звучит очень интересно, «буддай», «буддай». А можешь рассказать подробно, что такое «буддай», чем эти будаи занимаются, какая на них функция лежит и так далее, и тому подобное? Почему именно Сергия и Серафима Соровского сюда ты приписал? «Буддай»… Ну, джайнисты в Индии считают… Я вот только приехал с Индии буквально неделю назад. Джайнисты в Индии считают, что «будд» было 24. 24 будды. Первый из них – Гаутама Будда. Будда – это джайнисты считают не имя, это звание имя. Будда, «буддай», «обудд». Это человек просветленный при жизни, раскрывший в себе Бога. Великий Аватар Саибаба в одной из лекций сказал, что «будд» на юге Индии было 10. Ну, у нас их было 3 при Славянстве и 2 наши современники – это Сергий Радонежский и Серафим Соровский. Почему Сергия Радонежского и Серафима Соровского, как ты говоришь, я приклеил сюда? Потому что это очень интересная тема. В основе волховства славянского лежало прежде всего быть сверхчеловеком. То есть первоначальная подготовка волховов делась как военное дело, военное искусство. Они были превосходными воинами, владели всеми видами оружия. Вы же могли выжить в любой ситуации, в любой жизненных условиях. И только став выдающимся воином, имеющим заслуги перед страной Отечеством и допускали к изучению волховского дела. Сергий Радонежский – человек по христианской философии очень неравен, очень неравен. Но это не совсем так. Потому что Дмитрий Донской, когда над страной возникло вопрос, проблема большая, великая, приехал именно к Сергею Радонежскому. И он ему дал своих волхов, своих монахов, которые шли впереди Гонска. И как всем известен случай, Челебей – это величайший поединщик, который выиграл больше ста боев. По описанию он был огромных размеров. Плыл на закованных доспехе, на боевом коне, очень большом, огромном. И против него выехал сражаться монах грубящий. Выехал Пересвет. И после короткой стычки Челебей упал, упал замер. Пересвет еще сделал круг победителей, после этого только упал. Другие волхвы или монахи, такие как Ослябя и племянник Сергия Радонежского, Федор, они тоже были здесь, на поле Куликова, тоже участвовали в сражении с Мамаем. Почему именно бог Сергий Радонежского? Потому что монастырь Сергия Радонежского много раз подбирался на герой. Но за всю историю жизни, за всю историю существования этого монастыря его захватили не раз. Монахи противостояли десяткам тысяч нападающих в своем монастыре. Его ни разу не захватили, ни разу не сожгли. И тогда возникает вопрос, а что же это тогда за монахи, которые могли сражаться всеми видами оружия Пересвет, который победил лучшего поединщика хана Мамая. Что же это за монахи? Сегодня покажите мне, скажем, того монаха, чтобы вот выйти и пойти начистить дубы Валуи. Я Валуеву очень уважаю, известный человек. Он отстаивал интересы. Вот черебей это, по сути дела, это вот сегодняшний Валуин. И монах Пересвет в одном рубище невысокого роста, он вышел и свалил. Это дорогого стоит. Это не совсем монахи. Или не те монахи, которых нам пытаются преподнести и про которых нам рассказывают. И те монахи, которых мы увидим сегодня в монастырях православных. Ну и только христианство. Вот. Серафим Саровский это тоже очень интересный человек. По сути дела Николая II, царя, последнего императора всея Руси, сняли из-за Серафима Саровского. И не в малой степени этому посодействовала русская православная церковь. Потому что путь Сергия к Богу очень отличается или отличался от традиционного пути крестьянина. Он зашел на камень. Когда понят, что просветление ему в монастырях не грозит, он зашел на камень и дал обед тысячу дней простоять на камне. И простоял на нем до тех пор, пока в небо снизошел Святой Бог. То же самое сделал Гаутама Будда, когда он путешествовал по земле, сел под дерево и сказал, что я не встану с этого места, пока не познают Бога. И в небо с ним зашелся в небо. Это буддийский путь познания Бога. Поэтому церковь православная не до конца принимала Серафима Саровского. И Николай Второй вынужден быть своим указом заставлять, заставить расслаблять Серафима Саровского. Наши изыскания, которые мы, наша группа энтузиастов, ищущих людей, которые мы провели по пологу Николая Второго и Серафима Саровского, привели нас снова в Нижний Новгород. Точнее, под Нижний Новгород. Дело в том, что царь Николай Второй не был расстрел, вся его семья тоже. Мы нашли могилу царя, могилу всех его детей, кроме Анастасии. И вот последняя моя книга, которую я написал, как раз говорит об этом и книг, фотографии со всех могил. Так случилось, что Николай Второй сегодня заживал в Нижнем Новгороде. А дети его, Татьяна была похоронена и доживала здесь, недалеко от нашего Ставропольского края, в селе Соленом. И там две монашеские женские могилы, две монахини. Вот одна из них принадлежит Татьяне. Ольга, великая княжна Ольга, ее могила находится в Казанском соборе в Элице от Санкт-Петербурга. Прямо на территории Казанского собора написано на могиле княжна не княжна. Странница Ольга. Это и есть могила великой княжной Ольги. Анастасия захоронена, по крайней мере жила долгое время под Волгоградом. Мы сделали уже несколько поездок в Волгоградскую область, но, к сожалению, пока могилу Анастасии мы не обнаружили. Об этом я написал книгу, может быть, если Бог даст, мы ее садимся. Значит, Русская Православная Церковь знает это. И только поэтому они не спешат признать останки, которые захоронены в Петропавловской крепости, за останки царя. Скорее всего, если мы об этом знаем, то и патриархия должна об этом признать. И они заняли такую промежуточную позицию между небом и землей. Они и не говорят да, и говорят нет. Вот такая интересная позиция. Но я думаю, что история расставит все на свои места, все тайное однажды становится явным. Если мы об этом будем говорить, мы будем подумать эти вопросы, то белых пятен, точнее черных пятен в нашей истории будет все меньше и меньше и меньше. Вот как-то такой ответ на ваш вопрос. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Ну вот про Сергия Радонежского многие знают. не то, что многие. Спроси любого в России. Я думаю, что 90% из родственных населения скажут, да, слышали, имеем представление, что-то там с церковью связано. Серафим Саровский, было время, плакаты везде висели, Серафим, защите Россию и так далее. Тоже о нем много знают. А вот про Буса Белояра знают крайне мало людей. Естественно, что подвиги Серафима Саровского и подвиги Сергия Радонежского также можно описывать с разных сторон. С точки зрения РПЦ, с точки зрения староверия, с точки зрения вообще подвига перед Россией. Можно даже описывать наоборот, с точки зрения того, что якобы он не позволил кому-то прийти на Русь для того, чтобы что-то изменить. здесь вариантов много. Но вот про Буса Белояра вообще молчок. Если он был волх высшего посвящения, то есть высший волх, достигший высокого уровня просветления, то какие деяния он сотворил, о каких деяниях можно рассказать, чтобы стало понятно, какой уровень в культуре славян он занимал, что он сделал такого очень-очень важного? Во-первых, первое, что сделал Бус Белояр это упорядочил календарь, в который вклад огромный сделал календарь. Бус Белояр упорядочил календарь, который на Руси в то время, на русском лане был очень раздерган. Второе, что сделал Бус Белояр это отменил кастовость на территории Русской Скаланы. Было пять кастов, а сейчас вымем. Они до сих пор люди с нижних каст не могут подняться наверх, не могут стать работать правительством, президентом, быть, в конце концов, бронином или просто инженером с низких кастов, с нижних кастов. Сын могильщика был только могильщик. сын уборщика или там подметальщика будет только сыном подметальщика. Не более того, это до сих пор сохранилось в Индии. Бус Белояр на территории Русской талантин, отменил это и тюло в действии выборность. Выборность по горизонтали. Это дорогого стоит. То есть, если человек очень талантливый, если он продвинутый, то с самых низов он может подняться до президента. То есть, занять любую должность, если позволяют его потенциал творческий, физический, умственный, интеллектуальный, то он может дойти до самых вершин нашей власти. Во многих странах Востока это не позволено. Отменил кастер. Дальше он отрегулировал, отладил шелковый путь, который шел из Китая в Европу и охранялся как раз воинами Гуса Гулояр. Ну, даже уже заодно это, что календарь, кастовость и наладил практически бизнес на своей территории, потому что это приносило очень большие доходы. шелковый путь. Это уже не мало. Плюс он создал очень хорошее войско. Саму систему обучения воинам и образования из вершины воинских как бы сословий волхвовцев, то есть волхвовское дело, учителя от Гуса Гуса Белояра несли в люди учения от Дальнего Востока практически до Европы, до Карпат, работали волхвы и несли в люди учения Гуса Белояра, и волхва Берлина, по писаниям которого преподавал и учил Бус Белояр. Вот как-то так. Олег Анатольевич, я такой вопрос. Рускалань примерно какие границы имела, это первый вопрос. И второй, когда примерно отталкиваясь от современного лета исчисления жил Бус Белояр? Ну, Бус Белояр жил 295-й год, 368-й год нашей эры. Границы его территории Рускалан растирались практически от Урала и до Гор Кавказа. Вся вот эта территория от Урала до ну практически до Черного моря принадлежала Русскому Ланю в 3-м веке нашей эры. Очень интересная вещь, что славяны и русы это племеннородственные. Объединились они это ближе к 6-му веку. Вот там Рюрики и после них объединились славян и русы. До этого русы и славяне хоть и были родственными, чувствовали свое родство, но плотного объединения между ними не было. Ну, были племена, были разрозненные племена, были князья, поэтому некому было объединить славян и русы. вот появился Рюрик, который сумел это делать, сделать. До этого не было человека, который смог объединить все эти племена. Три, вган, поэкзаме и прочее. Хорошо, вопрос такой еще сам собой появляется, исходя с того, что рассказал. До этого вообще была ли государственность у славяно-русов или у арийских племен, если так обобщать целиком вообще, славяно-арийские, славяно-русские, русо-арийские племена и так далее. Была ли государственность вообще до Буса Белаяра? Государственность, несмотря что иметь под словом государство, какие понятия? Централизованное управление, где есть определенные границы, не просто города какие-то, княжества, а объединенные вместе, ну или конфедерация по-современному можно так еще называть. Ну вот билетопися, допустим, написано, когда креститель с Иерусалима Григорий ехал на Кавказ, чтобы его крестить, то на территории Армении его встречали три князя. Один из них русский князь, это как раз и был князь Бус-Белояр. Второй армянский князь. И армяне приняли крещение вот как раз от Григория, это востретий век нашей эры. То есть была государственность, русская лань как государственность сумел собрать отец Буса-Белояр. Белояра-Дашки. Вот он, как великий князь, вложил в это понятие государственность и сумел собрать землю вокруг себя. Я думаю, что вот отец Буса-Белояра, а Бус-Белояр уже поставил в этом почте. Как бы загребить территорию и принципы вокруг себя. Тогда такой вопрос. Скажи, пожалуйста, какая теория происхождения славяно-русов, славяно-арьев тебе более близка? Известно несколько теорий. Первая – это библейская. Сотворил, породил и так далее, и так далее, и тому подобное. Есть теория о том, что якобы были некие такие существа человекообразные, обезьяны, или что-то промежуточное между ними. Ну и так все дело пошло, 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 вот тут и появились разные люди, ну и вот откуда-то там кто-то пришел, вот и разные направления человеческих существ здесь на земле с разным цветом кожи присутствуют. И еще есть то, когда сюда на землю прибыли предки славян, которые обитали где-то там вот в районе то, что называется Северного полюса, где раньше была гора Меру и был континент из четырех больших соединений, разделенных четырьмя реками. И вот там вот значит все хорошо происходило, потом из-за того, что были катастрофы, приходилось переселяться, и вот было создано рассеяние, то есть раса рассеялась, и многие-многие племена образовались. Вот последняя версия имеет многие-многие десятки, сотни тысяч лет, нахождение наших предков, кто-то говорит, полтора миллиона на земле. Ну, эволюция тоже тут грешит большими цифрами. Библейская трактовка, она достаточно короткая. Что из вот этого ближе всего, на твой взгляд, по твоим представлениям? по моим представлениям, конечно, что была пирамида и гора Меру, был Макерик, Атлантида, который я понял так, что каждые 12 тысяч лет Земля делает поворот на 33 градуса, и ось Земли смещается. Это происходит мгновенно. Поэтому, когда говорят, полтора миллиона больше, ну, это не совсем так. Земля-то, может, и существует полтора миллиона, но человеческая цивилизация не существует. Значит, во времена похолодания, когда пошел холод на север, и случился катаклизм великий 13 тысяч лет назад, арии разделились на две части. Яры пошли через Гималайские горы на Индийскую равнину, а Белояры отправились через Уральские горы на Среднее Русское равнину, на наши территории. То есть, это было великое переселение народа. Это, мне кажется, единственная разумная теория осникновения человечества в раз. Любих я теории их не применял. Хорошо, но ты упомянул распространение, а как они на этом континенте, насколько я понял, ты привязываешь к Атлантам это. Так вот, как они в этой Атлантиде появились? Откуда они там взялись? Значит, были привиты четыре расы. Это вот европеоидная, манголоидная, африканцы и сами кибетцы, по-своему, четыре расы. Из них и они в общем-то разошлись по всей Земле, когда началось похолодание. Все четыре расы жили вместе с Атлантами на материке под названием Атлантида. И оттуда они распространились по Земле. Я думаю, Атланты обучали всему и Атланты ушли с Земли. Часть, как пишет Террес Молдашев и рассказывает, находится в состоянии самадхи под горой Кайласа, ну, а часть их ушла с Земли и с другими мирами. Правильно я тебя понял, что именно Атланты создали тех людей, последователем которых мы являемся? Я думаю, что да. А Атланты здесь появились и кто-то создавал, и они прибыли сюда на каком-то космическом корабле через врата между миром или каким-то образом еще есть оказались? Ну, их называют богами, и шумерских рукописях на глиняных табличках, и Библии, то есть были большие люди боги. Вот. Ну, наверняка они прибыли с других планет, где и живут по сегодняшнему день, потому что в нашем мироздании не может быть, что мы находимся одни. Так не бывает. Жизни очень много в заселенных планет тоже. Поэтому я думаю, что они есть, где-то живут и помогают и контролируют нас, наше развитие. До сих пор происходит контроль за развитием человеческих рас. я думаю, что так можно сказать. То есть правильно я тебя понимаю, что примерно 12 тысяч лет назад произошла катастрофа, а вот современный вид людей, он уже до этого за сколько существовал? Или вот появились они буквально перед катастрофой их атланты сотворили? Нет, я думаю, что он уже существовал какое-то время. И люди жили вместе с атлантовами, их обучали, их учили выживать и жить. Но после того, как ушли атланты и они переселились на Макерит, нация, человечество деградировало и утратили те навыки, которые им передали атланты. И вот процесс эволюции происходит медленно. Этот процесс идет возникновение или создание новой цивилизации, нового человека. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот такие люди, как Буз Белаяр, Сергий Радонежский, Будда и так далее, откуда они получают знания, которые их уровень мышления, сознания поднимают до вот этого запредельного для обычного человека уровня? Ну вот если открыть Биглию, в самой первой странице, там написано «И решил Бог». под именем Бог можно иметь в виду тех же атланток, и Мурицы, и других пришельцев. И решил Бог по своему образу и подобию создать человека. Две строчки ниже написаны. «И создал Бог человека по образу своему». А подобия нет. то есть или Богу помешали это создать, или Он передумал, или что произошло, что что-то произошло, что мы имеем тело, образ человека, образ Бога. Но подобие должно прийти к нам в процессе жизни. То есть мы на самом деле механически и слиться с Вселенной. По крайней мере учителя Востока говорят именно Саи Баба, Бабаджи, Шри Чельмой говорят именно о Вселенском сознании. Как только ты стал единицей Вселенной, то есть ты стал единым со Вселенной, ты получил просветление. Но легко сказать и трудно сделать. Потому что чтобы к этому прийти требуется не одну жизнь для тех человек, а 2-3-5-10 жизней должны прожить в тех человеках, чтобы сумели дойти сознанием до Вселенского сознания. Вот как-то так. Ну что же, вопросы к нам уже начали поступать, поэтому я предлагаю сделать небольшую отбивочку между вступительной частью и перед второй частью ответа на вопросы. И после этой отбивки мы естественно приступим уже к вопросам, ответам и чтению реплик, которые появляются в чате Народного Славянского Радио на сайте славрадио.org и в чате Ютуба нашего канала на Ютубе youtube.com слэш славрадио. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 31 января 2018 года среда, по одному из старинных 11 день месяца в юг и стужа 7526 того лета пятница. Вся правда об Усе Белояре это тема сегодняшнего нашего эфира. С нами автор-сказитель Олег Анатольевич Беликов. Переходим ко второй части к зачтению вопросов и реплик, которые появились на Народном Славянском Радио и имею в виду в чате Народного Славянского Радио сайт славрадио.org и в чате нашего канала ютуб youtube.com слэш славрадио. Русь Ведическая вопрос где еще упоминается о Бусе Белояре кроме Велесовой книги? Ну провещание Баяна провещание Буса Белояра Баяна рассказывает в стихах сказаниях о своем отце потом про Буса рассказывает я встречал в нескольких источниках но вот сразу соберусь слово о полку Игореве говорится про Буса первое что нам пришло вот эти два источника А вот Баян как он описывает своего отца какие там есть эпитеты что упоминается о нем обуд он говорит что Бус это обуд то есть про сути дела Будда и Будда обуд это родственные слова вот как это более эпитеты великие всезнающие всемогущие вот такими эпитетами он наделяет своего отца хорошо вот ты упоминаешь Русалань а есть люди которые себя относят к Аланам вот что ты можешь сказать Аланы и Русалан насколько они связаны между собой или это совершенно разные народы потому что например Аланы они вот тоже примерно в этих местах себя позиционируют для меня вот почему-то в источниках Аланами называют Черкес Черкес но я у меня есть осетинская кровь поэтому я могу быть несправедлив Черкесом я прошу за уважение я считаю что наследниками Лана русско-Лане стали Аланы в плане как осетин но я сразу прошу извинения у всех я могу глубоко ошибаться просто мой патриотизм не дает мне другого ну на самом деле я тоже читал про разные упоминания разных народов но больше все-таки упоминания встречал именно вот то о чем ты говоришь я тоже да многие осетины говорят что вот мы потомки с Ирия пришли с Ирия и указывают прямо на этот что это вот славяно-арийские у нас корни и мы здесь как хранители долгое время находились есть упоминание о том что Аланы это воины очень серьезные которые шли всегда бесстрашно в первых рядах сарматов скифов сааков и так далее то есть здесь и в источниках разных тоже упоминание на то что Аланы это не какие-то там горские народы которые где-то в горах осиживались а это воины хранители с очень серьезным уровнем воинского мастерства и волховского мастерства ну я с этим согласен что все-таки наследникам русско-Алани являются осетины именно они аланцы и они всегда сдерживали на всю Русь набеги таких ну великих народов очень воинственных как чеченцы как ингуши как дагестанцы этих народов в древности называли хазары по крайней мере на этих территориях они жили и они были очень воинственными и именно Аланы умудрились или русско-Аланы сдерживать набеги таких великих воинов на Русь на всю Русь когда-то это был очень большой великий народ но сейчас его становится все меньше и меньше и меньше потому что вот такая у него судьба быть в переграничных территориях между степью и горами какая судьба этого народа следующий вопрос от Виктора Куприянова поступил Олег Анатольевич есть информация что Бус Белояр был братом и близнецом Иисуса Христа что вы можете сказать об этом благодарю ну такой информации хотя князья великие князья между собой имели отношения имели связи имели общение мне тяжело на эту тему рассуждать как бы для меня Христос это пророк это величайший Сын Божий поэтому его с кем-то объединять я бы не хотел все-таки Белояр у него своя миссия у Христа своя миссия на земле следующий вопрос от Павла Бокова вопрос в эфир как сказитель относится к так называемому татаро-монгольскому то есть Куликовая битва это битва христиан Мамая и Дмитрия Донского ведиста это очень сложный вопрос с самого начала нашей эры Золотая Орда и славяне и русы происходил настолько плотный обмен что к тому веку когда была эта битва между Мамаем и Дмитрием Донским настолько перемешались народы народы Золотой Орды и русов что тут даже трудно сказать кто есть кто дворяги воины всегда служили в Золотой Орде так же как и ордынцы татаро-монгол брали на службу князья начиная с Ивана Калиты и после него с удовольствием брали татарских воинов на службу славянские славянскую армию славянские войска настолько плотно за это тысячелетие перемешались культура нравы любые набеги убивали мужчин забирали в рабство женщин их делали моложницами женами они рожали детей эти дети снова перемешивались поэтому Золотая Орда и славянство славяне нашей Руси в частности Киевская Руси они настолько были переплетены между собой и на многих картинах допустим которые нарисованы написаны славянское войско и татаро-монгольские войска лица практически одинаковые белокурые светловолосые рыжеволосые славянские профили поэтому сказать что эта битва на Куликовом поле была как религиозная или скажем очень сложно я думаю что и вообще вопрос стает была ли битва на Куликовом поле или где-то вообще еще потому что на Куликовом поле все наши издескания не нашли ни захороненных тел в таком объеме как описано ни оружие под землей то есть историю историю нашу много раз перекрали при Екатерине Второй в частности три немца сели и перекроили ее до неузнаваемости за что один Мюллер Мюллер сломал нос Ломоносов Михаил Ломоносов то есть вот как раз он не мог согласиться с теми фактами и с тем перекроением историю которую нам преподнесли немцы при Екатерине Второй поэтому трудно утверждать что-то я о чем непосредственно очень часто по крайней мере вот мне нашей группе единомышленников приходится опираться на свои внутренние ощущения на свои внутренние чувства вот так по поводу татар здесь наверное следует упомянуть следующее что есть писание жалобы послов к другим послам Руси о том что татары разоряют какие-то европейские города на что посол спрашивает каких татар вы имеете ввиду у нашего царя Ивана их огромное количество какие конкретно татары но здесь встает вопрос само слово татары что обозначает это войны татары это национальность татары или это тартары той самой тартарии которая вот сейчас везде в большом количестве присутствует на картах ну показано поэтому здесь вопросов очень много возникает каких татар имел ввиду посол и те послы которые жаловались этому послу по поводу того что много было смесей дело в том что неоднократное изыскание многих ученых которые занимались генетикой как во времена нацистской Германии так и современные изыскания показывают что русский народ один из самых чистых народов которые меньше всего примесей имеют поэтому когда мы говорим что так все активно перемешивалось и уводили в полон там перемешивались возвращались сюда здесь перемешивались как то вот той самой татарской или монгольской примеси особо-то и не найдено поэтому мое представление такое если и перемешивались то перемешивались с видом себе похожим генетически то есть к примеру если мы имеем ввиду тех самых тартар не татар современных а тартар то в этом случае тогда ну там в общем-то были вполне себе похожие на славяно-русов славяно-ариев племена которые перемешивались давали такое же потомство и как раз твои слова по поводу икон картин гравюр они полностью совпадают когда войско одетое в одинаковые одежды с другим войском выглядело точно так же как и другое войско и вот сражается во войск попробуй разбери кто из них тартары кто из них монголы кто из них ханские кто из них полки русские кто из них славяне кто из них там еще кто вот если бы там неотличительные например какие-то знаки управителей у этого например корона а у этого шлем или шапка какая-то вот различить было бы невозможно может быть стяг какой-нибудь как-то вот так ну в общем-то есть в этом тоже конечно здравая здравая мысль что тартары действительно они были светловолосые белолицые голубоглазые вот и они активно перемешивались с русами славянами это и древляне поляне древляне откуда пошли белорусы и малорусы то есть очень много вокруг было людей славянского типа лица как мы сегодня сказали вот я согласен в общем-то что это были в том числе и тартары но были и татары кстати тартары настоящие татары они рыжеволосые голубоглазые и белолицые вот в той же татарии я у меня жена татарка поэтому я хорошо знаю эту нацию не по словам а изнутри поэтому у меня жена блондинка с голубыми глазами поэтому тартары и татары где-то это одно понятие а где-то они вместе объединяют и включают друг друга в себя поэтому ну вообще то кого ты назвал татарами татаркой свою жену в частности до поры до времени назывались волжские булгары и татарами их стали называть не так давно а булгары это одно из племен славяно-ариев поэтому я вот всегда когда я разговариваю с татарами а у меня много знакомых татар у меня есть и те которые монголоидного вида есть те которые тюркского направления есть которые булгарского ну там много да и вот разговариваешь спрашиваю а кто такие татары ну они начинают говорить ну татары те которые говорят на татарском языке культура одинаковая и так далее я говорю хорошо это все здорово отлично но что определяет национальность многие люди сразу начинают язык культура я говорю замечательно то есть если я негра китайца поселю к татарам с малолетства они впитают в себя культуру научатся говорить на татарском языке начнут петь песни танцевать играть на гармошках и так далее они что татарами станут нет нет ну что они татарами не станут ну значит вы где-то ошибаетесь они же культуру познали они же на языке общаются и тут запинка говорю на мой взгляд всегда национальность в современном понятии национальность определяет генетика в первую очередь в первую очередь это так не язык не культура а именно генетика а теперь скажите мне пожалуйста сколько разных генетических направлений татар вы можете мне назвать и они начинают просто пальцы загибать кто-то говорит 4 основных кто-то говорит 6 основных кто-то говорит 3 основных но суть в том что мы видим что несколько совершенно разных генетических направлений теперь я спрашиваю скажите пожалуйста Если люди друг на друга не похожи, генетически они разнятся, к примеру, как негр, китаец и какой-нибудь финн, вот они друг от друга отличаются по внешности, но это же разные генетические направления развития здесь или создания здесь на земле. Да, я говорю, ну мы видим ту же самую картину в татарском народе, может быть просто так взяли кого-то и специально назвали, чтобы мозги запудрить, может быть у ваших племен были свои уникальные названия и так получилось, что вам просто в голову вложили, что вас всех надо называть татарами. Но на самом деле, например, это тюркские племена, это монголоидные племена, это булгарские племена, но тогда получается вы потеряли свое самоопределение и вас называют одним общим названием, но при этом вы потеряли свою генетическую уникальность. И ты знаешь, сначала вроде бы начинают спорить, а потом говорят, слушай, а в твоих словах что-то есть, пожалуй, да, пожалуй, мы что-то потеряли, потому что нас вместе соединили, а вот уникальность нашу как-то забрали. И мы чувствуем, что да, мы татары, но у нас есть несколько направлений, которые по генетике чуть-чуть все-таки отличаются, а некоторые даже не чуть-чуть. И вот этот вопрос с татарами, он висит, мне кажется, давно, и кто-то специально вот эту мешанину сделал, чтобы, ну не знаю, какую-то медвежью слугу, мне кажется, нашим всем народам братским, которые здесь на территории России существуют, вот так вот преподнести. Ну, я думаю, по этому поводу, если глубоко уходить к армянной истории, то была Золотая Орда. Был Чингисхан, великий, известный, который, ну это был действительно истинный полководец, который сумел создать общность под названием Золотая Орда. Он разделил Орду на три части, на три воинства, будем так говорить, три направления. Первое он поставил на Восточном, на границах Востока, первую часть Орды, тут Синяя Орда. Вторую часть Золотой Орды он поставил на берегах Поголжье. Это была Белая Орда. И третью часть своего войска он поставил в Крыму. И, соответственно, где поволжские ордынцы Золотой Орды и крымские приняли ислам. И они больше перемешались с турскими племенами, в частности, в Крыму с турками, а на Поголжье с тюрскими племенами. А восточные воины Золотой Орды перемешались больше с тибетцами, китайцами, с людьми, населяющими те территории. Поэтому получились такие вот поволжские булгары, крымские булгары, татары, как мы их зовем, в общем-то. И восточные татары, которые на самом востоке были нашего материка. Ну вот мне видится, что именно так обстояло дело, поэтому они разные по себе, но объединяет их. И еще одна очень интересная вещь. У меня родственники живут в Азии. Отсюда, с Владикавказа когда-то переехали в Азию. Так вот, прожив там больше 10 лет, люди опыляются. Даже внешне становятся похожи на местных. То есть они более смуглые. У них там усы, борода больше похожи на местные, прически. И сам принцип мышления становится местным. То есть опыление по неволе происходит между людьми. Поэтому внешность тоже видоизменяется у людей, живущих в определенных условиях. Температурного режима, на определенной части земли, питание играет не последнюю роль. То есть дело обстоит вот так, на мой взгляд. И я к родственникам приезжаю, они очень похожи на местных аборигенов. В одежде, в поведении, в каких-то словах, привычках, манерах и так дальше. То есть еще вот такой аспект имеется. Хорошо, идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Сергий Радомежский сделал церковь с виду христианской, а на самом деле старого обряда. Таким образом он прекратил смуту двоеверия, объединив и христиан, и староверов. У тебя есть какие-то мысли по этой реплике? Ну, так оно и есть. Вот в этом он и был волхвом. Он не стравил между собой митрополит Алексий и Сергий Радомежский. Это два великих волхва. И они сумели не только объединить всех христиан и всех людей славянского толка вокруг себя и вокруг московского княжества при Иване Галите, но и добиться от Золотой Орды, которой в то время московское княжество и все славяне платили дань, добиться, чтобы, начиная с Ивана Галиты, более не ханы назначали правителей, правителей, ну, в частности, Москвы и Московской области, а были прямые потомки Ивана Галиты. И выбирались уже на месте. Вот в этом огромнейшая заслуга митрополита Алексия и иеромонаха Сергия Радомежского. Именно в этом. То есть это великие люди, великие духи, и они сделали очень много для объединения славян и Руси. Далее. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Олег Анатольевич, если бус Белояр отменил кастовость, то как же варновая система славянских плевен, позволявшая крестьянину подняться до уровня сознания волхва? Благодарю. Все правители, начиная с того же Ивана Галиты, стали принимать не только на службу иностранцев, но и людей продвинули. То есть их обучали воинскому делу. Начиная с буса Белояра, в армию стали брать иностранцев. Это очень важно, что нарушена была кастовость. И выборы начали производиться горизонтально. То есть проще было бусу Белояру, как руководителю, иметь дело с одним или несколькими человеками, людьми, чтобы решать вопросы на уровне ремесленников, или воинов, или земледельцев. То есть был представитель, лучший представитель выборного земледелия, скажем, на собрании общих. И бус имел дело именно с одним выборщиком, давая тому возможность судить им его. Ну и если уже вопросы дают слушатели о том, что как была изменена кастовость, то очень интересный момент, что даже князей того времени выбирали волхвы. По своему вечеру выбирался князь. И если по какой-либо причине он переставал устраивать народ, то князя волхвы могли переизбрать. То есть вот это всё привнёс жизнь именно бус-беловек. То есть перевыборность и обмену кастовости. Далее Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. Когда ушёл бус, наступила эпоха Волка. Эпоха Волка закончилась в 2012 году, наверное, так имеется в виду. Перевод с 368 по 2012 равно 1644 года. В календаре славян одна эпоха 1625 лет. Почему такое несовпадение? То есть ошибка тут получается в несколько десятков лет. Ну я сказал, что нашу историю уже не раз переписывали. Переписывали особенно тщательно, особенно это при Екатерине II. Поэтому для истории в 12 тысяч лет, 10 лет плюс-минус, в принципе, это не принципиально. 10-20 лет. Ну я согласен, что была эпоха Волка, которая недавно закончилась. Изменилось многое в человечестве, изменилось многое после 2012 года в принципах. По сути дела, ускорилось время, сжав пространство. И мы приступаем к золотому веку человечества. Именно сейчас. Именно поэтому мы, вот уже начиная как раз таки с 2012 года, занялись, вот наша группа энтузиастов, которые ведут, проводят добровольные исследования, занялись благотворительностью. Потому что мир должен стать добрее, мир должен стать поменяться. И вот только сейчас дошли до понимания, создания благотворительного фонда. То есть мы вступаем в эру золотого века человечества. Когда не человек человеку Волка, как это говорили, и в этом был смысл раньше, что потому что была эпоха Волка. Многие этого не понимали. Почему? Человек человеку Волка. Потому что была эпоха, эра Волков. В китайской книге времен написано, что это вера негодяй. Славянская эра Волков. Она закончилась. И мы видим, что у нас в России все становится на свои места. И это происходит медленно процесс. Но доброта в нашем обществе, как бы мы ни крутили, мы должны это признать, появляется. Медленно появляется справедливость. Медленно-медленно эти процессы идут. Но от нас именно с вами зависит, насколько быстро это все пойдет. Давайте помогать обществу стать добрее, чище, милосерднее. Еще будет в порядке, я думаю. Мы приблизим к золотой век человечества. Хотя, с другой стороны, по другим источникам, именно с 2012 года наступила эпоха Волка. А до этого была эпоха Лисы. Эпоха хитрости и обмана. А Волк – это как вспомогатель великого Велеса, который отвечает за мудрость, за то, чтобы здесь все было по праве и так далее. То есть, здесь надо разобраться, что Аркадий Лысенко имел в виду. Может быть, это описка у него, может быть, каким-то другим календарем он пользуется. Ну, хорошо, в любом случае. В любом случае вопрос был задан, я его зачитал как есть. Далее. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. А что сказитель может сказать о Гипербореи? Благодарю. Вот Атлантиду ты упоминал. А Гиперборея? Гиперборея – это цивилизация Атлантов, которая была на материке Атлантиды. Это и была Гиперборея. По-своему, стояла пирамида Мэру, которую мы все знаем, которая находится, и именно гиперборейцы, когда началось похолодание, Арии – это жители гипербореи. И вот я думаю, что совместное проживание Атлантов и тех самых Арийцев и было названо цивилизацией гипербореи. То есть это вот эти большие люди, описанные, которые там 5-6 метров высотой, очень сильные, мощные гиперборейцы. Вот это как раз цивилизация Атлантов, которая стояла на стыке Арийской эры и гиперборейской. Я вот так думаю. Хорошо, идем дальше. А дальше у нас Виктор Куприянов пишет следующее. А откуда пошло имя князя? Ведь бус означает аист. Благодарю. Я не кникал в этот вопрос. Я знаю, что бус означает аист. по старославянскому языке. Ну, наверное, именно белые большие птицы, которые приносили мудрость, приносили свет. И до сих пор у нас есть, что аист ребенка принес. То есть именно эта птица признана и призвана нести свет, нести какую-то великую весть киндем. Вот, наверное, поэтому буса назвали его бус, что он был аист. Он был той большой птицей, белой, светлой, божественной, которая принесла на свои крылья мир, любовь, покой и знания на наших киндем. Далее. Русь ведическая. Пишут, что буса Белояра и еще 70 князей распяли. Так ли это? Да, именно так. Их распяли. Причем жеными распяли в писаниях о провещании буса Белояра. Моян пишет, что их живых натянули на кресты. Как-то вот такое выражение. Я еще несколько раз прослушал бусова провещание. Ну, по преданию так, после чего славян собрал войско, вот и разгромил в Митаре четвертоватки. его уже делал помощь из Замбева в бус были. Ну, и погрузили всех князей на 8 киндет, и на ДК привезли сюда, в район Китегорский. Вот такая история. А кто их поубивал, кто и распял? Ну, Амал-Венетаре и нет, то есть он наполовину был славян, мать его была славянка, отец был то ли год, то ли гун, ну, в общем, из тех, скажем, скандинавских кровей, но мать его точно была славянка. Вот. И он называл себя Венедом, Амал-Венетаре. Он заманил в ночь сварона в себе славян, провести праздник свароков. Вот. Он поставил одно условие, что это будет примирением между воюющими сторонами, и это будет поэтому, так как это должно быть примирением, он поставил условие, чтобы все пришли без оружия. Пришли все без оружия, их поймали и распяли на крестах. Кстати, вот сегодня тоже затмение, наверное, тоже не случилось, что вот я в эфире и впервые на славянском радио наверное какую-то роль я тоже запомнил. Понятно. Ну, еще один вопрос зачитаю. Александр Зачияр, реплика в эфир. В конце 80-х в 30-ти километрах от Пятигорска на берегу реки Этоки или Этоки, поправьте меня, Этоки. Археологи раскопали могилу Буса Белояра и его приближенных. Все было вывезено в Москву в запасники. Вот что-то об этом тебе известно? Нет, значит, курган никто не раскапывал, в запасники ничто не вывезено. Значит, запасники попытались вывезти памятник, который стоял на кургане. Значит, река Этока делает резкий поворот. Здесь насыпали курган. Под курганом якобы был захоронен Бус-Белояр. На вершине кургана установили памятник, который современники назвали Духа-Бель. Базальтовый памятник больше трех метров. Но, насколько мне известно, никакие раскопки на этом кургане не велись. Крупы энтузиастов, я знаю, искали захоронение 70 князей вокруг. Пытались и сканировать, и копать вокруг кургана. Но сам курган никто не трогал. В крайней мере, документальных никаких я не видел ссылок на это. Памятник исчез. До этого он долгое время стоял в Пятигорске, а потом исчез. Мы его искали даже в историческом музее Москвы, но потом он вновь появился в Пятигорске, и сейчас стоит на улице на всеобщее обозрение. Памятник, базальтовый памятник гуса Белояра, где он стоит в воинском доспехе, и на заднем на воротнике заднем у него крестик. Поэтому я сам щупал и памятник, и этот крестик. Все так оно есть, как описано, так оно и само. А когда был этот памятник поставлен вообще изначально на том месте, на кургане? Ну, говорят, что после смерти гуса Белояра 21 марта 368 года базальтовую плиту северного склона Эльбруса доставили сюда в Пятигорске на восточный склон, и здесь греческие скульпторы в течение полутора лет вытесали этот памятник. Он был установлен где-то в 70-е годы, в 370-е годы нашей эры. Установлен на кургане. То есть, получается, простоял он примерно 1600 с небольшим лет, и он в хорошем состоянии так вот сохранился, да? Ну, он не очень в хорошем состоянии. Дело в том, что базальт это один из самых плотных камней. Он плотнее гранита. Он очень плотный камень. Вот. И там, где надписи внизу, на постаменте, там ОМ, БУС, ОМ, что-то там, там вот это все разбито, потому что мы еще варвары, мы не имеем беречь наши памятники или не умеем. Сейчас мы более бережно начинаем относиться. Вот. Но состояние очень приличное. Очень приличное. То есть он пошорканный, он потрепанный, он... Но в нем можно разглядеть и все части тела, и вонские доспехи, и шлем, в котором стоит Буз Белаяр. То есть все присутствует, да? А шлем и доспехи какого все-таки вида? Греческого, римского или славянского, русославянского? Похоже на кожаный шлем с таким набалдажником. Ну, про славянское вооружение не скажешь. Больше, наверное, все-таки греческо-славянский вот так. Потому что тесали все-таки греки его. И какой-то умысел или вымысел, наверное, все-таки они висли изображение Гуса Гелазяка. Ну что ж, благодарю тебе за очень интересную беседу. В заключении, по традиции, по нашей, пожалуйста, пожелай что-то нашим слушателям, зрителям Народного Славянского Радио. Я, Олег Береков, желаю всем слушателям и зрителям Народного Славянского Радио здоровья, счастья, любви, благополучия в наш золотой век человечества стать милосерденем, правдивее, честнее и порядочнее. Давайте любить друг друга и ценить каждую секунду нашей жизни. Спасибо за внимание. Доброе пожелание. Присоединяюсь. Мне же остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 31 января 2018 года среда, по одному из старинных 11 день месяца в юг стужи 7526 лета пятница. Вся правда о Бусе Белояре это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Олег Анатольевич Беликов. Низкий поклон тебе, Олег Анатольевич, что потратил свое драгоценное время на просвещение в этой теме нас всех. И также благодарю участников чатов за то, что написали очень интересные вопросы и реплики. Так держать, друзья мои. На 7 я с вами прощаюсь. С вами был Народное Славянское Радио Алексей Орлов, Олег Анатольевич Беликов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Народное Славянское Радио Для пытливых умов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова